Сегодня мой второй день в Рио-де-Жанейро И самое время отправиться к статуе Христа Спасителя Которая расположена на вершине Автобус довез меня до вот этого терминала Откуда уже навигатор показывает пешком идти 6,5 километров Я понимаю, что маршрут будет идти в гору Но подняться пешком не только самый дешевый способ Но еще и отличный способ увидеть Видится в Розилии фавеллы, в котором проходит маршрут Признаюсь честно, для меня это непросто Я прошел всего 1,5 километра Но дорога идет в очень крутой подъем Температура сейчас где-то плюс 35 градусов И очень жарко и тяжело подниматься А впереди еще 6 километров Посмотрите, с каким трудом заезжают сюда машины Пока что я не встретил ни одного туриста, который бы тоже поднимался пешком Ни одного велосипедиста, который бы поднимался в гору Но уже встретил ни одного, ни два, ни три велосипедиста Которые спускаются с горы с бешеной скоростью Ну а раз спускаются, значит и как-то поднимались Думаю, на велосипеде подняться еще тяжелее Но поверьте, оно того стоит Ну вот, статуя Христа Спасителя, кажется, уже не так далеко Я вышел на местность, где не так жарко Вся дорога находится в тени Статуя Христа Спасителя в путеводителях называется или Крис, или Карковада Если вы пойдете или туда, или туда, вы придете в одно и то же место Так вот, я практически дошел, у меня осталось всего 2 километра Я еще не около статуи Христа Спасителя Я на смотровой площадке Миранте Дон Марте Друзья, если вы решите повторить мой маршрут пешком То не поленитесь пройти 500 метров в сторону Чтобы увидеть эту смотровую площадку Откуда также хорошо видна статуя Христа Спасителя Миранте Дон Марте 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 Этот вращается с такой силой, но на самом деле никого не видно, кто бы его двигал. Продолжение следует... Продолжение следует... Обратите внимание, что на этой статуе Христос не распят, он изображен с распростертыми объятиями. Таким образом, бразильцы хотели изобразить его обнимающим весь Рио-де-Жанейро и оберегающим одновременно. Друзья, Рио-де-Жанейро потрясающий город, а статуя Спасителя всегда первая в списке переводителей места, которое непременно стоит посетить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...